И так, первый вопрос. Как вы относитесь к проституции? Позитивно или негативно? Я отношусь, наверное, нейтрально. Это выбор каждого человека, и он сам в праве и в состоянии решать, чем ему заниматься. Нейтрально. Положительно. Плохо. Очень плохо. Отрицательно. Нейтрально. Ну, знаете, компромиссное такое у меня отношение. Вообще, на самом деле, больше позитива, нежели негатива. Проституция – это замечательная вещь, которая делает наше общество более терпимым, я думаю, и как-то снимает нагрузку, что ли, с таких людей, которые в случае ее отсутствия могли бы, наверное, у них могла бы это все вылиться в несколько более агрессивные формы. Нейтрально. Как вы относитесь к женщинам, которые занимаются проституцией? Я считаю, что любое занятие человека – это его выбор, и поэтому я тоже нейтрально отношусь к этому. Если она делает это по собственному желанию, то ее выбор. Плохо. Это чисто их выбор, и я не стремлюсь общаться с такими, но это их выбор и их право, и они сами решают, чем заниматься. Но также я считаю, что это вина государства, потому что многие проститутки вынуждены работать так, по сложившимся обстоятельствам. И это вина государства, что не дали образования нормального, и работы нет. Ну, они тоже нужны. С пониманием и презрительно, или считаете, что это… Нет, не презрительно, нормально отношусь. Положительно. Ну, жизнь по-разному складывается, всякое бывает, как говорится, да. Что же их критиковать, что ли? В принципе, как к ним относиться, как ко всем людям, вне зависимости от профессии. А как вы считаете, почему женщины идут в проституцию? Ой, ну тут же максимум, много, мне кажется, факторов нет. Наверное, какой-то социальный фактор есть здесь. То есть отсутствие какой-то подходящей работы, возможно, острая необходимость в деньгах, возникающая, возможно, периодически там, где ее теоретически не должно быть. Вот. Ну, возможно, просто, я не знаю, как-то вот жизнь приводит к этому. Я думаю, что в каких-то иных странах это не так все, как у нас, хотя, возможно, я ошибаюсь, и где-то, где это все поставлено на поток, типа как в Голландии. Ну, это просто выбор профессии у человека, как стать там слесарем или столяром. То есть вы не считаете то, что проституция – это насилие над женщинами? Где как? Ну, знаете, в большинстве случаев, ну, здесь зависит, скорее всего, от общества. Ну, вы знаете какую-то конкретную статистику? Нет. Зарабатывание денег – это раз, нехватка образования, это второе, и, наверное, быстрая добыча денег. Причин много. Я думаю, что самая первая причина – это недостаток денег и недостаток образования, потому что большинство проституток, насколько я могу понять, женщины, которые не смогли получить никакого образования и вынуждены, ну, как-то крутиться, как умеют. Объясняю положительно. Природа. Никуда не денешься. Потому что дуры. Я думаю, это просто грубый такой вариант проституции, когда за деньги, да? А так, в целом, многие женщины фактически занимаются проституцией за подарки, за какие-то там блага. Может быть, не хватает денег или острых ощущений? Скорее всего, из-за каких-то жизненных обстоятельств, из-за их бэкграунда. У всех свои мотивы, мотивы своей ситуации. Такое может случиться с каждым. А считаете ли вы, что проституция – это насилие над женщинами? Нет, я не считаю так, потому что, ну, многие случаи – это их выбор, это их осознанное решение. У них всегда есть выбор чем-то другим заняться. Если существует какое-то принуждение со стороны их дилеров, так скажем, то да, это насилие над женщинами. Но если человек сам вступает на этот путь, то нет. Если женщина делает это добровольно, то нет. Ну, какое же это насилие, когда они сами добровольно идут на это? Хотя бывает, что жизнь вынуждает, материальное положение, так скажем, и тому подобное. Но та форма, которая вот я еще дополнительно говорю, да, ну, не денежная, да, тут никакого насилия нет. Нет, они же по собственной воле это делают. Соответственно, это… С стороны мужчины это, может быть, проявление любви. А с стороны ее непонятно, что это. Нет. Не считаю. В некотором случае да, в некотором случае нет. Смотря какая организация и выбрала ли женщина эту профессию сама, или же ее, ну, как сказать, принудили к этому. Да, это насилие, но только в том случае, если это рабская проституция, что очень у нас распространено. Это когда у женщины отнимают паспорт и заставляют, собственно говоря, заниматься проституцией, хотя ей это не надо. А нужно ли как-то бороться с этим явлением, или стоит легализовать проституцию? Стоит легализовать, и стоит обязательно проводить медосмотры, то есть поставить это, ну, на хороший такой уровень, именно легальный. Я за легализацию. Ну, я считаю, что стоит, в принципе, легализовывать, потому что, ну, реально, это выбор каждого человека, и каждый вправе решать, чем ему заниматься. Легализовывать, ну, по-своему, по-женщине, по-мужски то же самое. Природу ты не обманешь, никогда. Наверное, стоит бороться, конечно, зачем это нужно. Мне сложно на этот вопрос ответить, потому что я против нее. Думаю, что бороться бессмысленно, потому что это полностью уничтожить не получится. Скорее, стоит направить это в какие-то законные русла. Я считаю, легализовать было бы намного разумнее, ну, с моей точки зрения, с человека, не знающего статистики. Дело в том, что, ну, вот сейчас проституция запрещена, а мы с вами о ней разговариваем, и, как бы, людей мы тоже видим периодически. Ну, как бы, вот. То есть запрет проституции, как мы видим, не приводит к тому, что вдруг раз проституция исчезает, и женщины не вынуждены делать такие шаги в своей жизни. Наверное, дело как-то все-таки больше в социальном, в социальном факторе, который все-таки вынуждает людей это делать. Кстати, это же не только проституция, это же не только женщины, да? То есть это насилие не только над женщиной. Я считаю, что проституцию в России надо легализовать и вообще везде легализовать, потому что это тогда уберет элемент насилия как раз из этого бизнеса. У женщин появится больше прав, также, ну, вот, все деньги будут получать непосредственно они, а не их дилеры. И также они будут платить налоги с этого бизнеса, то есть в казну огромные деньги будут поступать. А также для клиентов будет безопаснее, потому что не будет вероятность заражения болезнями. Последний вопрос. Вот пока в нашей стране проституция не легализована, как вы считаете, стоит ли наказывать клиентов, которые покупают эти секс-услуги? Я не думаю, что это будет шагом в сторону свободы и шагом в сторону легализации, даже не легализации проституции, а вообще. Ну, то есть мы, если я говорю, что, допустим, проституцию надо легализовать, то зачем я буду говорить о том, что надо сейчас ужесточать, с моей точки зрения, еще наказание для кого-то. То есть если мы говорим о том, что надо бороться полностью с проституцией, тогда, наверное, да. Тогда еще и клиентов надо наказывать для большей эффективности. Но если мы говорим о том, что, по моему личному мнению, как человека, не знающего статистики, бороться с проституцией не будет так эффективно по отношению к ее исчезновению, да, что нам надо ее легализовать, наверное, это будет... это будет меньше проблем у тех людей, которые вынуждены даже этим заниматься в том числе. То есть мы еще и ужесточим наказание. То есть я не думаю, что это приведет к хорошим последствиям. Вот на данном этапе. Ну, я не против проституции, как я уже говорила. Ну, например, в Германии это легализованное, они абсолютно нормально к этому относятся. То есть я просто считаю, что это должно быть без насилия, без того, что женщина сама не хочет, то есть никакого избиения или чего-то такого. А если это по ее желанию, то почему нет? Думаю, что нет. Нет, ну как, она же сама предлагает. Она же сама предлагает, поэтому тут никого наказывать не надо. Я вижу больше проблему, вот если вот смотреть все ваши вопросы, да, то все-таки действительно в мире вообще существует такое понятие, как телесная рента. То есть это, грубо говоря, женский отказ согласия на секс, да, который заставляет мужчин гнаться за прибылью и фактически разрушать природу. То есть вот я вижу вот эту проблему, да, проституция – это та форма в открытой грубой форме, которая денежная. Это просто часть этой проблемы. И я против этой телесной ренты, я считаю, что секс должен быть бесплатным и доступным. Я думаю, это хорошая идея. Ну, в Италии, например, такая же система работает, то есть потенциальных клиентов, проституток штрафуют. То есть это работает, и я думаю, что от этого уменьшилось количество там проституции. Нет, это их также выбор. Это не насилие, и это выбор обоих людей. За что наказывать? Ну, за то, что они пользуются услугами проституток. Ну, как бы это спрос и предложение, мне кажется, это как бы будет всегда существовать. Наказывать… Я просто не вижу, как это можно сделать, потому что если будет спрос, то всегда будет предложение. И… То есть это можно сделать более сложным для людей, но это всегда будет присутствовать. То есть люди будут всегда находить варианты, как обойти систему, ну, поэтому я считаю, что как бы легализация, наверное, это более лучший способ. Я думаю, что клиентов наказывать не нужно. Нужно наказывать скорее тех, кто держит эти бордели. Не надо наказывать. Никого не надо. Наказывать надо чем? Мозгами. Это да. Сам поймешь, когда-нибудь вырастешь. Это точно. А вы хотите, чтобы мы что-то по этой теме добавить? Есть. Хочу. Проституция – природа, однако. Закрытая тема, да? А с другой стороны – нет. Она вся… Ну, вот, на ладонь лежит. Вот, все. Все одно и то же. Ну, вся проституция – это не «прости меня, Господи», на самом деле есть такое, но… Есть такое. Как человек придумал, так он возьмет сам по себе. А спасибо большое. Хоть женщина, хоть мужик. В любом возрасте. Захочется – Богу ради. А вот проституция – одно слово. Не «прости меня, пожалуйста». Захотелось – взял. И не венерея, и не болезни. Захотелось – взял. Все. Спасибо за ваши комментарии, ответы. Хорошего вечера. До свидания. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!